В прошлом уроке мы с вами создали двусторонний буклет с двумя бигами. Сегодня нам предстоит его подготовить по всем требованиям в печать. Расскажу все очень-очень доступно. Если тема актуальна для тебя, то ставь лайк и оставайся со мной. Также рекомендую видео посмотреть для конца, потому что в конце видео я вам дам две шпаргалочки, которые помогут подготовить любой макет, будь то визитка, будь то тот же буклет, к печати. Поэтому есть смысл видео досмотреть до конца. Всем привет! С вами Наталья из Школы графического дизайна. Это уже третье видео, посвященное буклету. В первом видео мы с вами создали шаблон буклета, второй, собственно, был макет и это заключительное видео по подготовке в печать. Давайте первым делом мы с вами включим отключенные направляющие. До этого правой клавишей я захожу в настройки направляющие и поставлю вот здесь видимость, глазик. Так, и давайте будем, и в принципе их отключения нам не нужны, будем вспоминать, что здесь что. Видим, что у нас прямоугольник и есть сразу выносы у нас отмечены, то есть внешняя линия, что справа, слева, сверху, снизу, это выносы под обрез. То есть нам все цветные элементы нужно довести до выносов. Вот эти внутренние направляющие, чтобы они нам не мешали, я тоже, в общем-то, могу уже удалить. И давайте сделаем первое. Вынесем наши заливки заливки до края. Привязка стоит, привязка к направляющим, поэтому здесь просто мы дотягиваем наши объекты, которые уходят в край, делаем под них выносы. Будем параллельно и на той и другой страничке все эти действия проделывать. И вторая страничка тоже самое. Берем наши прямоугольники и доводим их до края. Их здесь всего лишь два. То, что уходит в край. Следующий пункт. Мы должны все шрифты перевести в кривые. Для этого, чтобы не выделять вот так вот каждый отдельный объект, мы можем двойной щелчок на тексте. Он выделяет весь текст, который есть на страничке. И правая клавиша преобразовать в кривую. То же самое на второй странице. Двойной щелчок на тексте. Правая клавиша преобразовать в кривую. Сразу файл, если хотите потом корректировать, лучше сохранить под отдельным именем файл. Сохранить как? Ну, допустим, у меня буклет печать, чтобы у вас был вариант в шрифтах и вариант уже, собственно, подготовленный в печать. Снова идем на первую страничку. Следующее требование. Мы все элементы, все объекты должны перевести в смик. И также избавиться от эффектов. Ну, в общем-то, давайте начнем тогда с растровых картинок. Можно их сразу вместе взять с шифтом. Идем в растровое изображение. Преобразовать в растровое изображение. Здесь 300 dpi. Цветовой режим CMYK. То есть красочная система. Ну, здесь, собственно, нам прозрачный фон не важен, потому что у нас белый фон, можно галочку снять. Нажимаем ОК. То же самое сделаем на второй страничке. Вот эту нашу собачуху. Растровое изображение. Преобразовать. Оставляем настройки. ОК. Ну, немножко внешне, конечно, изменилось. Если цвет вам принципиален, обязательно делайте цветопробу. Это естественно. Все вы про это знаете. И также нам нужно пробежаться по векторным объектам, которые у нас в RGB. Скорее всего, такие есть, потому что я, насколько вы помните, пипеткой брала цвет отсюда. Это был у нас раньше RGB. Значит, здесь тоже RGB присутствует. Не забывайте сохранять. Для этого мы идем в правка. Поиски замены. Заменить объекты. Заменить цветовую модель. Идем дальше. Мы заменяем все модели, которые есть, на смиг. Пока что у нас первый пробег, так скажем, будет по заливкам. Готово. Заменить все. Вот он пробегает, заменяет все. Видите, внешне тоже изменилось. Сохранить. Абресов у нас здесь нет, в общем-то. Но можно себя, конечно, проверить. На следующей страничке мы то же самое проделываем. Правка. Поиски замены. Заменить объекты. Цветовую модель. Заливки. Готово. Заменить все. Если вы знаете, что у вас еще RGB могут быть контуры, то есть вы такой же сделаете поиск, только поставите там вкладочку контуры. Так, как же себя проверить? Давайте сохраним файл. Идем в файл. Свойства документа. И давайте будем находить нужные нам строчки. Мы видим, что у нас где-то почему-то остался текст. Почему-то не сработал. Может быть, не работает текст в группах. Не находится он. Сейчас будем разбираться с этим. Хорошо, что так получилось. Так, забыли RGB одно перевести. Где-то оно у нас лежит. Изображение. Заливки. Все SMIC. RGB вообще не видим. Все отлично. Только вот растровое изображение. Давайте будем искать. Вот здесь, например, остался текст. То есть мы сейчас знаем, что двойной щелчок на тексте в группах не работает. Поэтому мы сейчас... Вот видите, вот эти вот были не в группе, они преобразовались. А вот этот не преобразовался. То есть мы сейчас можем его отдельно. Правой клавишей преобразовать в кривую. Здесь тоже все в кривых. Здесь вот можно преобразовать в кривую. Вообще обычно, как делала я. Если я знала, что у меня все векторный объект, я просто выделяла все вместе с текстами, с какими-то подложками. Единственная астра так не будет работать. И все перерождала в кривые. Можно так. Давайте снова сохраним и снова проверим на текст. Видите, текстовые объекты отсутствуют. То есть все мы сейчас знаем, что у нас то, что в группе не выделяется двойным щелчком на инструменте текст. Окей. Значит, нам нужно сейчас где-то растровую картинку в RGB найти. Будем сейчас ее искать. Вот у нас растровая картинка. Видите, показывает, что это группа из двух объектов. Если вы помните, у меня тут заплатчикой заложена картинка. Но если мы ее разгруппируем и щелкнем, видите, показывает растр RGB. То есть мы сейчас берем, можно прям с заплаткой взять, растровое изображение преобразовать. Смик. Окей. Сохраняем. Файл. Свойства документа. Читаем заливки СМИК, абресы СМИК, текстовые объекты отсутствуют, растровое изстроенный СМИК. Ну, последнее, что нам осталось, мы группируем одну страничку и вторую страничку группируем. Все. В общем-то, наш макет готов в печать. Единственный момент, он у нас был не сложный. Поэтому сейчас вы на экране видите шпаргалку, которую я рекомендую сохранить себе, сделать скриншот. Все требования, которые предъявляются к векторным макетам. Мы с вами проделали не все пункты. То есть здесь особо хочу обратить внимание на эффекты. То есть мы прозрачность, если у вас есть файли, если есть тени, мы все, как мы сделали с нашим растровым RGB объектом, мы переводим их в растр с разрешением 300 dpi. Ну, в общем-то, на втором слайде вы увидите кое-какие тоже полезные рекомендации, которые вам помогут создать хорошие, качественные буклеты и сократить ваше время, время ожидания тиража. Поэтому вопросы, если остались, пожалуйста, пишите их в комментариях. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте. Там мы обсуждаем тоже многие вопросы возникающие. Там проходят конкурсы. Если не успели поставить лайк, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на канал. А с вами была Наталья из Школы графического дизайна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok